Алексей Бурященко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации «Малый городок». С нами на связи. Алексей, приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Рад вас видеть. Традиционно приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Ну что же, чуть меньше, да, чем месяц остается до встречи в Швейцарии, до саммита мира. Работы на самом деле очень много, и в ближайшие недели будут достаточно сложны в вопросе дипломатических связей. Я имею в виду, что есть еще ряд стран, в которых действительно было бы важно, чтобы кто-то из этих стран и представители этих стран участвовали в этом саммите. Ну, в частности, о Соединенных Штатах тоже будем говорить. Единственное, что добавлю, вот наша коллега Лариса Зубенко очень детально все расписала о том, каково решение сейчас со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, тот же Энтони Блинкен, государственный секретарь США, озвучил, что в ближайшее время такие встречи могут произойти. Владимира Зеленского и Джо Байдена, ну, не уточнил все-таки эту дату возможной встречи. И важно все-таки вот это двустороннее соглашение о безопасности. Мы на пороге его заключения, говорит Блинкен. Но все же, Алексей, как вы считаете, в принципе же были случаи, когда действительно участие лидера Соединенных Штатов Америки даже не озвучивалось, что он будет участвовать, а это ставало известно ближе практически к дате. Каково здесь будет принято решение и насколько все-таки важно на сегодняшний день, чтобы Соединенные Штаты Америки, я имею в виду даже с точки зрения не самого присутствия представителя США, а исходя из того, что когда появляется информация о том, что принимает участие США, и ряд других стран, которые сомневались, все-таки подтягиваются. Вот как здесь может тоже сработать ситуация, насколько важно, чтобы США не прямо близко к дате об этом озвучили, а хотя бы накануне? Да, нам бы, конечно, этого очень хотелось, это абсолютно очевидно. Но есть же важный аспект, это аспект безопасности. Помните, когда Джо Байден приезжал в Украину? Это буквально, ну, в принципе, вы, журналисты, вот аналитическая среда про это почти с уверенностью говорили, когда он был в Польше уже, да? Ну, то есть, это, в принципе, грубо говоря, за день до того, как он смог приехать в Киев. Похожая ситуация и в Швейцарии, хотя там нет активных боевых действий, но мы же прекрасно понимаем, что Российская Федерация сейчас делает абсолютно все возможное и невозможное, давит на все дипломатические каналы, забрасывает деньгами, чтобы или сорвать соответствующий саммит мира, или, как минимум, отложить участие лидеров стран в установщем саммите. Поэтому, конечно же, вопросы безопасности, тем более для президента Соединенных Штатов, это будут важные вопросы. Но, с другой стороны, с другой стороны, в принципе, я думаю, что, возможно, возможно, будут определенные сообщения, определенные маркеры того, что Джо Байден, собственно, будет на установщем этом саммите. Я думаю, мы это поймем, может быть, за день-два, собственно говоря, до открытия саммита. Потому что, ну, давайте, опять же, просчитывать там прагматичные моменты, что самому Джо Байдену, как участнику президентских уже, как это, да, Парагонев, я считаю, будет не лишним показать свое лидерство на такой глобальной политической, дипломатической площадке. Потому что, я напомню нашим уважаемым телезрителям, этот саммит, он только первый, он установщий. После него будут и другие. И именно в этот момент очень важно получить не только, скажем так, количественное, да, количественную фактор, количественную составляющую, но и, конечно же, качественную. Тут вы абсолютно правы, что если страны западного мира будут понимать, что точно на 100% будет принимать участие Джо Байден, то, конечно же, уровень представительств стран, которые, возможно, сомневаются, возможно, собирались посылать представительства, ну, скажем так, среднего уровня, это может существенно повлиять на их решения. Ну, кстати говоря, мы уже знаем, что будут принимать участие Франция, Германия, Британия, Трюдо с Канады, Урсула фон дер Ляйн с Герой комиссии, Малони с Италии. То есть уже представительство наших ключевых партнеров, оно на максимальном уровне, с максимальным представительством. Но, конечно же, повторим еще раз, что присутствие в Соединенных Штатах на этом базовом стартовом саммите, оно чрезвычайно важно. Мы рассчитываем, кстати говоря, на представительство около 100 стран мира. И если нам удастся действительно на этом саммите получить такое значительное представительство, то это будет очень хороший сигнал, что в последующих саммитах к нам будет присоединяться еще большее и большее количество стран. И вследствие мы можем выйти за 100 стран, а это уже более половины всех стран планеты Земля. Алексей, еще очень важный момент, вот касательно результата формулы мира. Да, об этом еще рано говорить, но, как показывает практика, чем больше стран, а их, если я не ошибаюсь, уже более 80, которые подтвердили свое присутствие, лидеры, либо просто представители той или иной страны. И чем больше стран подтверждают свое участие в формуле мира, в саммите, глобальном саммите мира, тем больше это злит Российскую Федерацию. Но, с другой стороны, а почему ее это злит? Учитывая, что публично Путин говорит, что санкции им нипочем, международная изоляция, выход бизнеса из Российской Федерации массовый тоже им нипочем, а тут формула мира, которая будет происходить в тысячах километрах от Кремля, почему-то их раздражает. Так, значит, что-то же все-таки есть, что не устраивает Кремль, и что, о бурюе, прекрасное слово украинское, злит, скажем так. Конечно. Да, мы видим, что, насколько уже понятно с результатов переговоров Путина и Си, что это была, наверное, центральная тема, все-таки закрытая часть, которую мы не увидим в документах. И это, в том числе, будет влиять на позицию Китая, как минимум на установочном саммите. На самом деле, очень много маркеров говорит, что чрезвычайно болезненно Путин воспринимает, собственно говоря, этот саммит мира и его старт. Потому что, ну, давайте откровенно, что может повлиять на Российскую Федерацию? На Российскую Федерацию может повлиять ситуация на поле боя, ну, то есть, военная компонента, когда мы будем значительно сильнее, и Российская Федерация будет вынуждена этот аргумент учитывать. Либо второй вариант. Это глобальная позиция всех максимального участника, скажем так, стран в мире. Единая, консолидированная, которая определит ультиматум для Российской Федерации. Ну, а по сути, это будут определенные условия капитуляции и выведения фокуса справедливого мира для Украины. И не только, потому что там есть целый ряд глобальных вопросов. И более того, на фоне того, что заблокирована, по сути, деятельность без организации военных наций, данная площадка, поскольку она там будет дебюрократизирована и в ее участии будут принимать только максимально мотивированные страны и представительства, может стать такой своего рода параллельной глобальной площадкой, в том числе и для проведения базовых переговоров по поводу новой архитектуры мировой безопасности. И вот тут важно, все эти вещи будут происходить без Российской Федерации, потому что пока не будет сформулирована дорожная карта, пока не будет сформулирован ультиматум для Российской Федерации, никто, конечно же, ее приглашать на соответствующие саммиты не будет, не собирается. Удар ли это по амбициям Москвы и Путина конкретно? Ну, конечно же, удар, потому что таким образом страны показывают, что они способны к объединению, они способны к консолидации, несмотря на все блокирование Российской Федерации, несмотря на блокирование Радбеза, несмотря на давление на другие страны, как, например, на президента Бразилии или того же Орбана, несмотря на все это, страны готовы идти к общим договоренностям, к общим позициям наработки и, собственно говоря, противостоянию тоталитарного режима Российской Федерации. Это не может не раздражать Путина, это абсолютно очевидно. Алексей, еще несколько моментов. Не только Российская Федерация не будет участвовать, есть еще ряд стран-лидеры, которых, в частности, даже Бразилия, еще вспомним сегодня, заявили о том, что не будут участвовать, но это немного позже, потому что все-таки хочу... А, вы хотели сейчас, да? Пожалуйста, давайте тогда... Подождите тогда, с вашего позволения, я попрошу и наших коллег сейчас напомним, да, президент Бразилии Лула да Силва не приедет на саммит мира в Швейцарии, об этом сообщает CNN Brazil. Издание отмечает, что на его участие наставило правительство Швейцарии. Также он получил приглашение от президента Украины, однако, по данным CNN Brazil, Лула да Силва якобы не видит смысла своего участия в саммите, поскольку там не будет России. Тем не менее, делегация от Бразилии приедет в Швейцарию. Кто ее будет возглавлять в правительстве страны, еще не решили. Алексей, пожалуйста. Да-да, собственно говоря, я вот про этот важный контекст и хотел сказать, потому что вчера эта новость облетела наши СМИ, но облетела в каком-то таком урезанном варианте, чтобы президент Бразилии не будет принимать участие, собственно говоря, в формуле мира. И вот вы сейчас абсолютно правильно и корректно в сюжете указали, что даже Лула да Силва, влияние Путина, на которого абсолютно очевидно, и на принятие его решений, все равно считает, что нужно перестраховаться, и при этом посылает туда свою делегацию. Ну, то есть, сегодня он какие-то определенные, имеет договоренности с путинским режимом, но при этом он не хочет быть в мировой изоляции, потому что, как мы уже сегодня с вами говорили, именно на этих саммитах мира и на первом остановочном в Свитании будет нарабатываться чрезвычайно важно, в том числе и глобальных аспектов мирового порядка, которые, да, конечно же, важны, в том числе и той же Бразилии. Российская Федерация будет раздергивать через разные формулы. Вот ту же бразильскую, помните, все за нее уже забыли даже, да? Папа Римский что-то там говорил в свое время. Стамбул опять начал, был в свое время говорить про какой-то свой формат. Но сейчас, кстати, тоже уже не говорят, потому что понимают, что это бесперспективно. Единственный план, который лежит на столе переговоров в мире, и, кстати, про это проголосовала в том числе и G7. Это именно украинский план, мирный план, или его еще называют мирный план Владимира Зеленского. Сейчас будет интересная борьба после проведения уже первого установочного саммита за последующие площадки. И вот тут тоже страны будут конкурировать за то, чтобы стать такой площадкой. А тут мотивированных международных акторов тоже очень много. Это та же Франция, тот же Берлин, тот же Лондон, тот же, возможно, Вашингтон. Но, как по мне, очень интересно будет, конечно же, приобщать наибольшее количество стран глобального юга, потому что то, что западные страны и так поддерживают Украину, это абсолютно понятно. А вот страны глобального юга, Африки, Инской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии, это будет сейчас первый приоритет. Поэтому, кстати говоря, следующие площадки, например, Объединенных Арабских Эмиратов или той же Саудовской Аравии, я бы определил, скажем, как приоритетные. И последний нюанс вот в этом контексте, сейчас, на данный момент, в количественном плане. Действительно, президентка Швейцарии, которая очень помогает нам с организацией саммита, с мотивацией, так сказать, участников, приглашением сторон, она заявила, что 50 уже стран в состоянии на два дня назад подтвердили свое участие из 160 рассыланных приглашений, да, разросланных приглашений. Так вот, интересный нюанс в этом есть, что из этих 50 стран не тотально все страны западного мира, а большая часть уже подтвержденных, ну, собственно говоря, приглашений, это страны как раз получились в Латинской Америке, Африке и Ближнего Востока. И это уже дает очень, скажем так, оптимистические оценки, что присоединятся как минимум около 50 стран, более даже, я сказал бы, 50 стран антипутинской коалиции, и с большой вероятностью присоединиться около 40, может быть, даже более, стран глобального юга и не только. Поэтому, да, мы можем уже, скажем так, аккуратные оптимистические прогнозы вести, что действительно около 100 стран мы можем собрать на первом установочном формуле мира. Алексей, огромное спасибо вам за ваши комментарии. Напомню, Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малогородов, с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok